Когда я приехала на дачу, застала картину очень удручающую. Трава была по пояс. Никогда в жизни не было такой большой травы. И я бы огорчилась, но я тут же вспомнила слова одного из религиозных индийских деятелей. Нужно любить все, что происходит. Какой бы ни была реальность, она хороша. Любите ее, радуйтесь ей и расслабляйтесь в ней. Если что-то уходит, проститесь. Все меняется. Жизнь течет, никто не остается прежним. Иногда открываются широкие просторы, иногда двигаться некуда. То и другое хорошо, то и другое дары существования. И нужно научиться такой благодарности, которая благодарит за все, что бы ни случилось. И просто наслаждаться происходящим. Оно и ничто другое происходит прямо сейчас, с вами. Завтра, может быть, что-то изменится и будет другое. Тогда наслаждайтесь этим другим. Послезавтра, может быть, случится что-то третье. И нужно уметь наслаждаться этим третьим. И не сравнивать с прошлым, с бесполезными фантазиями о будущем. Надо жить в этот миг. Иногда жарко, иногда очень холодно. Но то и другое интересно и необходимо. Иначе жизнь исчезнет. И тут я вспомнила о том, что мой сад создан в стиле шебешик. И для него не нужно никаких идеальных цветников, идеальных дорожек. Он это какой-то зароше, заброшенный сад. И это нормально. И вспомнила о том, что я вообще-то когда-то хотела выйти на луг. И где-то среди высоких трав устроить пикник. И вот, смотрите, пикник пришел ко мне домой. Как это здорово! И вот она, романтика. Романтикой наполнен теперь весь мой сад. Ну и, конечно, первое, что мне захотелось, это устроить чаепитие в саду в заросшем. Доброе утро, дорогие мои друзья! Доброе утро! Это мой первый завтрак на даче. И, как вы видите, на столе у меня семикаракурская керамика. Творог с зеленью и с огурцом. Яйцо. Чай. И кусочек шоколада. И наша коровка не случайно стоит на книжках. Это книги, романы, которые я взяла читать на дачу. И, как вы видите, первая, жизнь взаймы. Эрих Марии Ремарк. Да, пионы сейчас цветут вовсю. Салфетка с павлиной. Чай, настойный на травах. И да, эта чашечка не из миракурской керамики. Но, мне кажется, она как нельзя лучше подходит особенно к моей коровке. Не правда ли? Сервизы. Я сюда не привозила. Они мне здесь не нужны. На даче я одна. Ко мне будут приходить гости. Но для гостей там другие сервизы. А это вот для меня, можно сказать, для эгоиста. На одного человека. И, в принципе, здесь всё, что есть, всё, что надо. Да, чашечка, ну, может быть, даже это интереснее, мне кажется, как-то. Да? Чашечка. Чашечки у меня нету. Но зато, как оказалось, у меня есть два чайника. Ну, один, который вы видели. А второй, он такой крошечный, маленький совсем. на крышечке маленький чайничек люблю эту керамику с каракорской просто очень всегда или растительные или вот здесь видите птицы вместе с цветами а здесь только цветы и здесь он всегда двухсторонний очень нравится красота маленький я все-таки берегу старый венский стул не кажется ли вам что его все-таки следует покрасить в белый цвет как вы считаете знаете что в каждой сервировке у меня обязательно присутствует антиквариат это шляпка из французской соломки это шляпа еще моей бабушки но она конечно не в идеальном уже состоянии но все равно из французской соломки ну и Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»